Буквы на футболке – признак хорошего вкуса. И чем они больше и оригинальнее, тем лучше. Особенно пользуются популярностью надписи на иностранном языке. Здравствуйте, в эфире программа «Речь фронт», и сегодня речь пойдет о лозунге «Keep calm and carry on». Сохраняйте спокойствие и продолжайте в том же духе. Агитационный плакат, произведенный в Великобритании в 1939 году, в начале Второй мировой войны. Изначально плакат был выпущен британским министерством информации в начале Второй мировой войны. Было отпечатано 2,5 миллиона копий, однако плакат не получил широкого распространения. Зато сегодня набирает популярность, несмотря на то, что Советский Союз внес наибольший вклад в победу над фашизмом, а Великобритания и США стояли за кулисами схватки и лишь выжидали, чья возьмет. Так, пока в Великобритании сохраняли спокойствие, у нас не отступали ни шагу назад. Так в народе назвали закон Сталина «Не отступать». «Родина, мать зовет» – еще один лозунг времен Великой Отечественной войны. Знаменитый плакат, где персонифицирована Родина в образе матери, художник Ираклий Тейт записал по его собственному признанию со своей жены. Его поразило выражение лица, когда жена вбежала в мастерскую, чтобы сообщить о начале войны. В общем, пока в Англии и так не слишком эмоциональные лорды пили чай и продолжали в том же духе, у нас шла реальная война. Потому и лозунги по-настоящему призывны. Например, «Наше дело правое». Это мощная по своему эмоциональному воздействию фраза «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Она прозвучала в речи Наркома иностранных дел Вячеслава Молотова в полдень 22 июня 1941 года. «Все для фронта, все для победы». А вот эту фразу, затем украсившую многие плакаты, впервые произнес именно Иосиф Сталин. Фраза появилась в директиве Совета народных комиссаров СССР. В 2000 году копия плаката была найдена в магазине поддержанных книг «Бартер Букс». Поскольку права на подобные работы, произведенные правительством Великобритании, истекают в течение 50 лет, изображение находится в общественном достоянии. Это позволило печатать неограниченное количество копий плаката, а также производить другие сопутствующие сувениры. Популярность плаката также породила множество пародий с измененной надписью или логотипом. В 2009 году вышел альбом группы «Стереофоникс», названный в честь плаката. В августе 2011 года стало известно, что компания «Keep Calm and Carry On LTD» зарегистрировала слоган в качестве торговой марки и потребовала прекратить продажу сувенирной продукции, производимой сторонними компаниями. Позднее был подан запрос на отмену регистрации на том основании, что фраза слишком широко известна, чтобы использоваться в качестве торговой марки. Зато с наступлением 21 века плакат неожиданно всплыл и очень быстро стал настолько популярен, что картинку и надпись с него стали использовать буквально повсеместно. На футболках, чашках, игрушках и, конечно же, в новых плакатах. А потом, как это часто бывает, интернет захлестнула волна пародий. Кроме того, сегодня существуют группы в социальных сетях под этим лозунгом. В магазинах часто можно встретить одежду с надписью «Keep Calm and Carry On». Также существует множество вариаций этого призыва. Сохраняйте спокойствие и продолжайте любить. Сохраняйте спокойствие и продолжайте учиться и многие другие. Предупрежден – значит вооружен. В эфире была программа «Речь Фронт».